всем привет сегодня разбираю двушку в жилом комплексе северный квартал общей площадью 64 метра стоимостью 5 миллионов 350 тысяч рублей а сам дом находится в екатеринбурге дом 2 секция 3 этаж 3 квартира 104 вот такие точные данные у меня есть застройщик брусника чем славится брусника тем что они заявляют что они как iphone в мире телефонов то есть такие же крутые но только среди застройщиков и действительно если на них посмотреть так сказать не вооруженным глазом то сразу видно что дворы у них классные подъезды отличные и даже прогрессивные с нашей точки зрения да и фасады так ничего а сегодня мы посмотрим на планировки действительно ли у них все такое крутое как они заявляют они так заявляют и про планировки в том числе так вот сегодня я буду сравнивать эту квартиру двухкомнатную со своей таблицей а про планировки они пишут вот что про свои вот этого места я бы хотела узнать подробнее особенности планировки в том что есть второй санузел но многие делают второй санузел это нормально чё тут особенного и есть мастер спальня а все крупногабаритные вещи предлагают хранить в кладовых которые спроектированы в паркингах но не написано раздаются ли они в придачу квартирам или их нужно приобретать отдельно сколько бы я не сталкивался с кладовками они всегда продаются отдельно но в целом тем это хорошая когда у вас есть пространство куда вы можете складывать велосипеды чемоданы и прочее барахло которого в принципе предостаточно в квартире сравнивать квартиру я буду по таблице в которой 10 критериев абсолютно четких и понятных и буду выставлять оценки соответствии трем параметрам первый идеально второе сойдет и 3 отстой и так если вам такая таблица нужна то вы ее можете скачать под этим видео в описании перейдя по ссылке и у вас будет точно такая же таблица которой вы сможете воспользоваться и если у вас какая-то другая квартира с другой планировкой то вы совершенно спокойно сможете сравнить все интересующие вас планировки по этой табличке и сделать для себя соответствующие выводы так что скачиваете пользуйтесь на здоровье но я разбираю двушку от брусники итак первое это градация интимности помещений что это такое в таблице написано здесь естественно первое помещение это прихожая второе помещение должно быть кухня гостиная дальше детская и дальше спальня здесь это все выдержано поэтому я ставлю оценку 2 потому как это идеально и так первый параметр мы посмотрели второй смотрим прихожая прихожая должна быть соразмерно всей квартире в ней должно быть удобно раздеваться трем человеком а эта квартира именно для трех потому что есть двух с палка для родителей и одна кровать для одного ребенка видим очень маленькую прихожую шкаф мы не учитываем в площади прихожей потому что внутри шкафа вы же не будете снимать одежду правильно там одежда просто висит и на самом деле здесь очень мало здесь буквально полтора квадратных метров сама прихожая это значит придется куда-то забегать дальше в коридор либо ждать пока кто-то разденется и после него зайти более того шкаф который здесь он всего лишь но метра полтора максимум все таки для трех человек этого маловато достаточно но маловато но самая главная проблема что прихожая очень маленькая и она проходная потому что здесь находится большая ванной которые будут пользоваться все домочадцы потому что собственно помыться умыться постирать потому что здесь стиральная машина и все будут бегать как через прихожую в общем друзья так делать нельзя я ставлю по второму критерию оценку 0 а значит это отстой вот так вот первая оценка отстой у брусники как бы они не кричали что их планировки идеально не может быть идем дальше следующая кухня гостиная здесь она 17 квадратных метров и это конечно же очень мало нет но жить то вы в ней естественно будете судя по плану в лес кухонный гарнитур диван и стол на 4 человека в принципе все поместилось но так как здесь это расположено это дико неудобно стол стоит слишком близко кухонному гарнитуру вы его отодвинете дальше вот куда-то в гостиную а это значит вам придется сместить тумбу с телевизором дальше в угол а это уже композиционно некрасиво стол стоит прижатый к стене а так делать нельзя потому что это некрасиво это не практично и не гигиенично потому что стена то засаливается около стены сам кухонный гарнитур ну просто очень маленький я не знаю для кого он здесь предусмотрен по любому вы будете искать место для дополнительных шкафов а куда их здесь поставить я не знаю ну я и не знаю я не удивлю но опять стол придется сдвигать кухню заворачивать и в общем то мы приходим к тому что телевизора у вас не будет или он будет висеть над обеденным столом для все ради того чтобы увеличить кухонный гарнитур потому что тот который есть он очень маленький здесь по моему даже меньше трех метров но вот вы сейчас пойдите и посмотрите на свою кухню и ответьте себе на вопрос хватает вам этого пространства или нет а потом померяйте по длине я уверен что ваша кухня будет длиннее трех метров по рабочей поверхности и вы еще скажете что ее маловато я даже не знаю какую оценку здесь поставить вот правда очень хотел я ждал прямо от брусники чего-то эдакого знаете чтобы вот они здесь подумали потому что у них такой мощный коллектив вот этих вот думальщиков но оказывается что с планировками то у них в общем также ну не намного лучше в общем 17 квадратных метров мало кухонный гарнитур маленький и мебель здесь будет стоять неудобно в общем оценка отстой хотя может для кого-то и так сойдет это же мои оценки я еще забыл сказать здесь же нельзя остров поставить остров это очень важная тема для кухни-гостиной есть отдельное видео по этому вопросу так что если интересно как должна выглядеть кухня-гостиная то вот тут по ссылке можете посмотреть а я иду дальше и это мастер спальня брусника пишет что она у них есть спальня есть а мастер спальни нету есть спальня с закутком так называемая гардеробная причем которая еще совмещена с рабочим местом в принципе совмещение функции это хорошо когда мы одно помещение используем по-разному здесь они попытались это сделать но это не мастер спальня что такое мастер спальня это когда в едином пространстве в одном помещении находится три важные составляющие мастер спальни это спальня она здесь есть спальное место это гардероб он здесь есть и это ванна в этом смысл мастер спальня ребята вы что это здесь то этого нет это просто спальня это просто комната с большим шкафом вот и все так что это не мастер спальня в причем ванна где-то далеко блин ну представьте вот вы молодые родители вот вы захотели заняться сексом но такое бывает да что вы после этого делаете ну в ванну идете разумеется правда ведь здесь вам придется идти ванну мимо детской комнаты мимо гостиной вообще через всю квартиру чтобы принять душ потому что ванна вообще где-то вдалеке и тут сразу возникает вопрос а это комфортно или нет ну если мы вообще говорим о комфорте то нет это не комфортно то есть я не хочу ни от кого прятаться я не хочу ждать ночи например чтобы ребенок уснул и тогда мы все равно красца будем в общем где здесь мастер спальня нету брусника ну чего это как-то не канает но поставлю оценку один сойдет хотя конечно если быть объективным я бы нолик влепил ну лично для себя но так сказать отдавая дань стараниям товарищем из брусники все-таки предусмотрели гардеробную да еще из функция кабинета поставлю все-таки единичку сойдет тем тем более мы и так привыкли жить в отдельных комнатах ванна где-то там общее далеко или нолик поставить что думаете друзья нолик или единичку поставить сойдет или отстой напишите в комментариях пожалуйста но я иду дальше детская территория слушайте детская территория детская территория я уже столько раз объяснял что такое детская территория еще раз это это не комната эта территория детская территория подразумевает что дети на ней себя могут чувствовать абсолютно свободно и обособленно то есть хозяевами этого места а это просто комната причем 10 квадратных метров она реально маленькая даже друзей сюда не пригласить нет ну конечно сойдет и 10 метров принципе но здесь получается нету места для игр где тут вот если дошкольник ему играть например но вот в этой комнате покажите мне где он будет играть здесь шкаф кровать и рабочий стол за которым он наверное будет заниматься лепить рисовать а вот поиграть разложить игрушки кубики раскидать паровозики покатать места нету а это значит будет что а это значит он из детской вот так вот потопает в общую комнату и будет здесь соответственно раскладываться с родителями ну собственно что и делают маленькие дети кстати вот поэтому нужна большая общая комната чтобы дети взрослые находясь там вместе и занимаясь каждой своим делом могли чувствовать себя вполне комфортно но есть коридор сколько тут 8 или сколько метров можно было как-то по-другому перепилить планировку и постараться избежать этого коридора например можно было спальню сделать бы поменьше зачем спальня 16 квадратных метров нет это хорошо безусловно если у вас большая квартира или особняк где вы можете себе позволить сделать большую спальню ну а здесь зачем ну то есть вы там просто спите и все а потом все остальное время вы проводите в общей комнате и в этом смысле я бы смело делал саму спальню там 10-12 метров а эти выигранные там пускай 5 метров я бы отдал в пользу общего зала например и это было бы лучше ну в общем не знаю я вижу в этом непродуманность то есть с первого взгляда кажется что все классно все логично но когда начинаешь копать глубже оказывается что это обыкновенная простая фиговая планировка вот такой мой вердикт короче детская я ставлю от той хранение давайте посмотрим на хранение хранения в должно быть пять видов верхняя одежда здесь есть шкаф он небольшой сойдет второе это личные вещи здесь есть в детской шкаф достаточно большой и гардеробная в спальне отлично а третье это постирочная а ее здесь нет стиралка в ванной а это не годится в следующий вопрос это кладовая она обязательно должна быть но брусника обещает кладовые на паркинге но опять же вопрос придется за это платить или нет зуб даю придется платить зуб той зуб той за за эту кладовку но даже несмотря на это такая возможность это прекрасно поэтому если вы собираетесь купить квартиру в этом жк покупайте кладовую я уверяю это прям вас спасет сильно ну и пятый вид хранения это хранение в ванной комнате друзья вы думаете что у вас все влезет в тумбочку под раковину и в зеркало над раковина ну в шкафчик над раковиной но во первых мало шкафчиков красивых которые вот имеют какое-то хранение во вторых все туда как правило не влазит я не вижу здесь место для дополнительного хранения то есть нужно что-то будет выдумывать фантазировать хорошо пускай будет оценка единичка принципе для верхней одежды для такой одежды кладовая внизу предусмотрена в парковке но это нормально хорошо идем дальше место личного уединения но надо сильно пофантазировать чтобы здесь представить где такие места есть а эти места просто необходимы в любой квартире пускай даже самая маленькая нужно придумывать где вы сможете закрыться от всех ваших домочадцев хотя бы на полчаса вот объясните мне где вы здесь это сделаете что это может быть это может быть кабинет это может быть библиотека это может быть ванна в которой полежать релаксировать не знаю музыку послушать в общем такое место где вас не побеспокоит теоретически здесь я такое место вижу кабинет в гардеробе куда можно сесть и так сказать уединиться то есть закрывшись в спальне но вообще если рассуждать о таких местах то спальня это ведь не место личного уединения все-таки это пространство которое мы делим на двоих а когда у нас ребенок то еще и на троих потому что он совершенно спокойно туда забегает залетает и пользуется если ему что-то надо он поэтому ну так себе место для уединения вам скажу тем более что если кто-то спит на кровати то как вы там закрываться будете чем шторами перегородками все равно звук будет просачиваться сквозь это препятствие то есть это не место уединения в гостиной не пойдет потому что здесь место для встречи всех ванна могла бы быть таким местом но тоже не канает потому что здесь стиральная машина на которой корзина с грязным бельем порошки уборочный инвентарь и вот эта вся фигня которая напоминает нам о бытовухе 0 ванная комната вот мы дошли до ванной комнаты которая могла бы быть комнаты для релакса а не постирочно помывочная вот в этом варианте от брусники которая заявляет что она iphone среди застройщиков ну бляха-муха это какой-то китайский iphone получается какая чё тут такое с ванной ну хоть слава богу она пять с половиной метров квадратных правда абсолютно идиотской формы при входе стиральная машина и раковина смотрите как их зажали в угол если вы обратите внимание по глубине они меньше 60 сантиметров а нормальная ванна глубиной 60 ну или 55 сантиметров то есть здесь если такую ванну ставить она раковину то она закроет часть дверного проема это значит заходя вы будете просто стукаться об крае стиральной машины или раковины потому что стиралка напоминаю тоже глубиной 60 сантиметров нормальная стиральная машина а вот эти все маленькие узенькие их придумали для того чтобы знаете в хрущевку впихнуть ёлы-палы вы же не хрущевку покупаете за 5 миллионов чего вы место не нашли постиральную машину что ли нашли только под какую-то ущербненькую узенькую блин вы кто проектируете у вас дети есть но просто подумайте об этом и просто вспомните сколько раз вы стираете на неделе и в каком объеме вы стираете ноль ноль жирный ноль звукоизоляция какую видим конфигурацию здесь гостиная а за гостиной через стенку сразу же детская причем кровать граничит со стеной это значит что когда у вас вечеринка дети будут немножко нервничать потому что все эти громкие звуки будут до них доноситься либо вам нужно будет громкость убавлять комфортно это нет не комфортно детская и спальня тоже через стенку а это значит что у себя в спальне музыку вы тоже громко не послушаете и другие громкие дела тоже вам противопоказаны потому что дети в принципе могут это все услышать хотя может быть вы их воспитываете так сказать но в свободных нравах и ничего страшного но здесь справедливости надо сказать что стены несущие скорее всего потому что они толстые а это значит они звук задерживают и в принципе это хорошо ну то есть можно поставить оценку 1 ну типа сойдет но потому что это не тоненькая перегородка которая все пропускает а это все-таки толстенькая стеночка с одной стороны это может быть минус потому что перепланировки не сделать но несущие стены же нельзя двигать а с другой стороны это видите такой плюс что звук задерживают лучше ставлю единичку ну и последний пункт друзья мои мой любимый коридоры коридоры как я сказал ранее в этом видео здесь есть коридор он есть он небольшой он маленький но он есть я считаю что в маленьких квартирах в двухкомнатных коридора быть не должно вообще нужно делать планировки такие чтобы это все сводилось к минимуму он здесь есть но слава богу небольшой я и не такие видал видал такой длинные что они сжирают там чуть ли не треть площади квартиры поэтому в принципе давайте будем считать что сойдет оценочка 1 но опять же он роль звукового буфера играет между гостиной и спальнями так что пускай будет единичка и того у нас получилось 3 4 5 6 6 6 баллов 6 баллов но знаете это конечно не высоко не высоко но знаете дорогие мои вы можете самостоятельно по своим собственным так сказать миро ощущениям сделать сравнение скачайте таблицу распечатайте и и впишите в нее вот как я это сделал один же к другой же к разные планировки и просто пройдитесь по этим критериям всего 10 кстати вы можете свои добавить и расставьте оценки и вам станет очевидно хорошая эта планировка или нет лично для вас а если у вас будут какие-то вопросы или рекомендации по поводу того что я здесь не добавил хотя я все самое основное добавил напишите в комментариях и обязательно напишите понравилось ли вам видео вообще стоит мне дальше снимать такого характера видео с разборами а может быть уже и хорош может быть уже надоел я вам с этими разборами пишите пожалуйста в комментариях подписывайтесь на мой канал шлите своим друзьям и знакомым которые в поиске квартиры которые собираются делать ремонт вот им шлите ссылочку на это видео уверен что им будет полезно скачивайте таблицу ставьте лайк если понравилось и жмите на колокольчик потому что вам придет уведомление о следующем полезном видео да прибудет с вами муза